МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Гомельской области протягиваются проверки выкананья природаховного и санитарного законодавства. Сгодно с информацией контролеров, сегодня у регионе порушений выявляются прикладно на каждом пятом сельско-господарчем предприемстве. Причем это могут быть как отсутности элементарных умов для работников, так и незаконное использование природными ресурсами. Разом с экологами и представниками областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья у одним из рейдов принял удел Олег Синцерову. Кали не лечить долготерминовых наступств чернопольской катастрофы, то относить Брагинский район до экологично несприяльных нелька. В оселеке Бразии в плане наведения парадку на земле иншим регионам ничем не заступаем. А тому и увага контролеров не только по шагу порушений у природоохонного и санитарного законодавства. У акционерного товариства Брагинка, например, размова об тем, як примусить людей заховывать культуру на земле. Адин раз стоишь, звалку кажуть, можно ликвидовать, але коли она возникает знов и знов, есть подстава задуматься над методами керавництва. Я всегда говорила, что есть кнут и есть пряник. Нужно уметь работать и с тем, и с другим. Но не перегибать кнута, потому что пряник может потом не исправить. У Ксуп Бразинский основная увага сегодня под артовцы техники. Кали кажуть, теплые надворы будут триматься и далей, то у другой полови соковика можно будет починать работу на палетках. Неких значных зауваг до культуры в творчестве тут до речи так само нема. А вот на элементы доброго порадкования увагу звернули. Малая архитектурная форма сегодня это обоисковый элемент ферм и мехдваров. Подоходить еще и старый трактор 70-х годов и фонтан с русалкой. Фонтан, правда, зараз не працует, а русалка до места. Разом с тем контролеры означают, по куль природооховное законодавство выполняется не усюды. Сирот наибольш значных проблем, так званые специальные водокористания, у свой час на территории Гомельской области пробурили кле трех тысяч сведровин, некоторые пришли уже у непригодность, некоторые працуют, а для часто незаконно. На сегодняшний день в Гомельской области более 200 предприятий сельхозхозяйственного значения и разрешения на водопользование, на специальное водопользование отсутствуют у 59 предприятий в целом по области. В том числе, если вот по Брагинскому району такое разрешение отсутствует у одного предприятия. Проблемой можно лечить и наявность ферм, побудованных в 70-80-х годах. Узводились они под тагочастные, а зараз уже состарелые технологии. Теперь тут и в плане оховой природы есть питание, и в плане створения нормальных умов для работы и отпочинку працующих. У некоторых господарков спробують, не что заменить. А лишь мат детс посылаются на судность необходных сродков. Если недостаточно помещений, чтобы разместить те же санитарные бытовые для работающих, то иного способа, как их построить, не существует. А это требует значительных финансовых вложений и решений уже на уровне именно власти. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Телерадо компания «Угомель», Брагинский район. У Гомельской городской жилью в коммунальные господарцы до конца лютого будет працывать гарачая линия по теме изменения у системе оплаты коммунальных послуг. Только за два дни, на протягу которых працует линия, до специалистов за тлумачениями звернулося свыше 200 человек. И какие пытания возникли у гомельчан, доведалась Марина Северянова. У ближайшие дни же хары Беларуси отримают студентские квитанции на оплату коммунальных послуг. Але уже зараз многие начали подличивать, кольки придется платить за воду, электричность, техобслуговывание по новых нормативах. Пытаний оказалось немало. До речи, ранее подобные звонки поступали на номер диспетчерской службы у гомельской городской жилево-коммунальной господарки 115. Але их было так шмат, что вырешено было открыть гарачую линию. Задать свои пытания можно на протягу лютого у будние дни с 9 до 17 годин по номеру 70-37-81. В основном люди, конечно, интересуются тарифами на жилищно-коммунальные услуги и изменениями, которые введены указом. Например, санитарная уборка подъездов, новая услуга. И второй вопрос, который их волнует в большей степени, это изменение оплаты за пользование лифтом. Разберемся, какие тарифы изменились и за какие послуги будем платить по-новому. Оплата за электроэнергию и газ повысится на 20% с уликом податку на добавленную вартость. Оплата за воду и канализацию, сходячи из попередних дадзиных, в взрасте, прикладно, в 3,5 разы. Это, когда семья не будет выходить за межи установленного что-месячного объема споживания воды. Нагадаем, сейчас это 140 литров на человека. Что до корыстания лифтом, то оплата этой послуги поделится на два пункта. Раньше у нас была услуга, называлась «Плата за пользование лифтом». Люди платили 6 911 рублей за каждого проживающего либо зарегистрированного в квартире, начиная со второго этажа, кроме детей, до года. Значит, сейчас эта услуга разделилась на две. То есть сейчас появилась новая услуга техобслуживания лифта и плата за электроэнергию в лифтах. Вот техобслуживание лифта сейчас берется в зависимости от общей площади жилых помещений. И вот это у людей вызывает в основном много вопросов, почему все-таки так. А оплата за электроэнергию возмещается по фактическим затратам, которые понесла эксплуатирующая организация и будет выставляться жильцам непосредственно по факту этих затрат, полученных по сведениям Гомелинерго. Норматив на оплату техобслуживания лифта уже затвержены. 617 рублей за квадратный метр квартиры. Например, для семьи из трех человек, которые проживают у квартиры площадью 48 квадратных метров, эта сумма в складе около 30 тысяч. Плюс оплата за электроэнергию, что тратится на работу лифта. Это еще около 20 тысяч. Отримливается 50 тысяч в месяц. Для правнания у Снежни было около 20. А кроме того, изменения отбылись и в системе оплаты техничного обслугования подъезда. Спиралику работ, прописанных в графе техничного обслугования, некоторые будут выключены. Например, уборка дворов, рамон покрытия проездов и проходов, догляд за зелеными насаджениями – все это оплатить мясцовый бюджет. А вот уборка подъезда уже за кошт насельництва. Усяго ж оплата коммунальных послуг у среднестатистичной двухпакайовой квартиры у взрасте, прикладно, на 230 тысяч. Сродки, закономленные у вынику реформирования системы оплаты послуг ЖКГ, плануются накеровать на проведение капитального ремонта у жильевым фонде. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине протягивается республиканская акция под назвой «Тут живе ветеран». За первый день ее проведения на Гомельщине было установлено коляста специальных табличек, которые указывают на то, что в обранном доме эти квартиры проживают ветераны. За ходом акции сочать наши корреспонденты. До акции за инициативой проведения, которой выступило областное отделение Белорусского фонда «Миру», долучилися пионерская организация «БРСМ» и «Союз ветеранов». Представники громадских объединений уразом отправились по черговому адресу, как замыцовать специальную табличку и подяковать ветеранам за перемогу. Я хочу вам сказать, что очень волнительно все это происходит, потому что эта акция – это повод для таких вот очень теплых, сердечных встреч. И, конечно же, ветераны благодарят, они очень рады, что о них не забывают, и что, несмотря на то, что юбилейный уже год 75-летия прошел, у них представители общественных организаций, в том числе фонда «Мира», сейчас стоят гости. А для нас это очень большая честь и ответственность. На этот раз костей сустрока у ветеран далекая чинной войны Владимир Афанасьевич Шкабарын. По столетия ему довелось совсем рано. Война уварвалась у их житель, когда ему было у себя год 13. В 1942 году расстреляли батьку, а еще праздник – мать. Когда же хлопцу исполнилось 14, он пошел у партизаны. Об своем тяжком детстве сегодня он рассказывает пионерам, таким же подлеткам, яким он был и сам у годы войны. Дарочу, в этот день для теплой встречи с ветераном была еще одна нагода. Владимир Афанасьевич сустрел свой 88-й день народжения. Организаторы акции повеньшовали его со святом, уручили подарунки и пожадали мощного здоровья. Люди не все же знают, старый-старый, а что участник войны не будет же. А сейчас люди подъезда будут видеть и знать, кто здесь живет. С благодарностью от своего имени и имени моей семьи, что о нас есть забота государства и нас не забывают. ГТС Устреча двух поколений устала стартом целого марафона мероприемства, промеркованных до дня юного героя антифашиста. У каждой пионерской дружине в области пройдут сборы, на яких расскажут об юных героях войны. А кроме того, до конца тыдня свои места займут яшек или сотни табличек с надписям «Тут живет ветеран великой шины войны». Дякую за перемогу. Ганна Ковалева, Михаил Рабку, телерадиокомпания «Гомель». На переддню областным центра отбылась коллегия информационного отдела Гомельской епархии Белорусской православной церквы. Головная мета мероприемства – разглядный больше поспеховых шляхов взаимодействия со сродками массовой информации. Удел у коллегии традиции и инноваций, культура, громадства особа приняли представники епархии, органы УЛАДы, друкованных и телевизионных СМИ Гомельской области. На онлайн-сустрече с присутными так само знаходился старшиня Синодального информационного отдела Белорусской православной церквы Ротеяры Сергий Лепин. Почас мероприемства было подкреслено. Информация об деенности епархии, якая з'является у медея просторы, необходна не только быть цикавой читачам и телеглядачам, галонная медь в одгук. И она повинна становиться глебой для глубокого анализу, разважания и асенсования. Нестя Осветницкий выхаваучи и духовно-моральный аспект про заинформование насильства, закликать его до доброчинности, милосердности, захавания историко-культурных и духовных каштоностей, а так само соправдных традиций православного народа. Почас коллеги была так само закранутая тема створения цикавых сумесных социальных проектов, яке будут размещаться у интернет-просторы. Не обойшли увагой пачас открытого диалога и проведение наибольшь значных мероприемств, запланованных на 2016 год. Первое – это День православной молодёжи, который 15 февраля пройдёт. День православной книги, будет подготовлен ряд мероприятий, мы их будем обсуждать. И также будем готовиться и к пасхальному фестивалю, и к Дню Петра и Февронии, Дню семьи, любви и верности. Эти информационные поводы послужат интересной публикацией, интересному освещению. И нужно выделить именно то зерно, которое будет интересно и читателю, и телезрителю. Хамильчанка Юлия Цалкова вяжет крючком и спицами разностайные ляльки и цацки. У вязанной коллекции – пальчиковые театры вядомых казок, рукавицы с выявами закаханных, ирландские шали и навод вёска оленеводов. С майстром-рамесником сустрелся Яуген Поболовец. Вязать крючком и спицами Юлия научила мати. Семьи годов девчина, сделала родных своим майстерством. У вязанной коллекции – цацки для развития детей и их дробной моторики, пальчиковые театры, аксессуары и навод вязанная полночная вёска. Пошиналась она зля лишних оленев, до яких муж Юлии пропоновал зарабить оленеводов. Теперь у меня эта идея с оленеводами выросла до больших размеров. Теперь у меня к ним есть чумы, сани. Есть шаманы. То есть, видите, Новый год закончился, а у меня ещё продолжается. Это уже третья деревня в этом году. На одной из выстав таллинт гамельчанки оценили россияне и зарабили заказ на некольки десятков тыгров и леопарду для презентации мультфильма. Працевали над заказом месяц, пришлось опротягивать до працы навод сябровок рамесниц. Потом из Москвы заказали целую футбольную лигу с судьями, воротарами и гульцами. Працевали сутки напролёт. Для души Юля часто выконывая просьбы и своих родных. Сын попросил Мишку, а муж – сову. Такую, як на полночи. Видели вживую полярную сову на Кольском полуострове. Как-то ехали на машине. Прям перелетала через дорогу, возле машины пролетела полярная сова большая. Как-то вот очень понравилась она. И как-то попросил жену, чтобы связала. Ну, пришла такая идея во время поездки. Ну, одна из любимых игрушек, можно сказать. Любовь до полночи у семьи с дятинства. Владислав там бавил час у бабули подчас каникул. Зараз у летку разом с сыном робят сплавы по рыках на лодках. Тому так шмат цацак, что нагадываюсь про полноч. Там шукаюць натхненье. Вертаюцца до дому и знову за работу. Для того, как заработать, например, вот такую цацку, это у нас будет турист, необходимо не так-то шмат. Спицы, крючок, нитки и натуральная фантазия майстерства автора. Зараз Юля допрацовывая фигурку туриста. Это будет саправдный бард с гитарой и у фирменным свитеры. Презентуя его майстер-рамесник на приконце лютого на выставе у Гомеле. Евген Пабалавец, Михаил Рабков, телерадиокампания «Гомель». Так и просто пейзаж. Выстава под гэтой назвой открылась и у библиотецы имя Герцена. Гомельский мастак Геннадь Тарских представил 20 картин, яке написал за опошние 10 годов. Сурьезно займаться пейзажными работами мастак-аматор пачау амаль 30 годов тому. Выбор техники и жанру, малявание обумолен и профессии. Мастак працывал механиком на рачным транспорте, и шмат подорожничал. Природой на двор я знайшли свое место на его реалистичных полотнах. Для того, как привабить глядачам, астакуда статково адлюстроваць у классичной манеры просто пейзаж. Место, яке я падахвачиваюць, спыницца, падумаць и отрымацца салоду адспакою. Саршыня Гомельская областная организация Беларуского союза ветерана у войны у Афганистанне Михаил Жукевич. Сегодня стане гостям программы «Дайалог» телерадиокампании «Гомель». Я навыдзе у эфір на телеканале «Беларусь-3» у 18 годин 50 хвилин. Свае пытанні про пановы и зауваги вы можете выказать пателефановавши панумары промога эфіру «Гомелі» 77 68 45. Их это была пошня информация нашего ранешнего выпуску. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин